в этом выпуске что я делаю с камерой куда мы направляемся для чего эта штучка и что находится в коробке добрый день дорогие друзья вы на канале арт фото лайф меня зовут сержио и сегодня как говорится по многочисленным просьбам я покажу вам как я снимаю предмет мы с вами вкратце и по существу сегодня научимся выставлять свет выставлять параметры делать композицию и вы еще узнаете несколько моих приемов в общем если тема предметки раскладок и немного натюрмортов тебе интересно то это видео для тебя а мы начинаем и так друзья ну что с привычного насиженного места мы отправляемся с вами в мою фотостудию ну что берем камеру и поехали итак друзья у нас есть предмет фотосъемки в данном случае часы и замечательная коробочка коробка сама по себе уже является произведением искусства но для того чтобы нам сделать красивую фотографию нам конечно же нужен свет определенная световая схема и определенные условия об этом мы поговорим чуть-чуть позже а сейчас я хочу обратить ваше внимание на то что мало иметь какой-то один предмет съемки желательно иметь какие-то дополнительные аксессуары но например когда я снимал виски dior's вы помните эту серию то я использовал искусственный лед вот так вот выглядит это чудо с алиэкспресс и такой лед конечно же легко заменит вам настоящий вам не нужно возиться не нужно торопиться пока он не растаял вы даже можете сбрызнуть его водой и он будет выглядеть как настоящий и так друзья что еще я использую в предметной съемки ну во первых вот такие интересные перстенечки такая вещичка тоже стоит на алиэкспресс буквально доллар или два при этом выглядит как красивый старинный серебряный перстень с каким-то благородным камнем еще у меня есть вот такая игрушечка которая называется ловец снов достаточно симпатичная вещичка которую также можно использовать в предметке я не помню точно сколько это все стоит но это реально какие-то смешные что еще друзья мы можем использовать мы можем еще использовать кусок ткани которым можем загородить закрыть ненужные объекты скажем край стола чтобы он не бросался в глаза ну или просто разложить красиво и добавить этот лоскуток ткани в композицию и конечно же друзья независимо в каком жанре вы предпочитаете работать портреты то автомобили или пейзажи вам всегда пригодится вот такая вот подвесочка которую я снял с люстры в каком-то отеле и к сожалению забыл вернуть на место и вот жду когда вернусь я наверно ее повешу назад но пока я ей пользуюсь я вам чуть позже покажу как пользоваться этой штучкой ну в общем то друзья все теперь давайте мы сначала поговорим про свет что нам нужно сделать для того чтобы приступить к нашей фотографии ну во первых конечно же нужно создать сумрак если у вас есть возможность вы конечно сделайте полностью ночь до либо дождитесь темноты либо это если светлый день и свет светит в окна вам необходимо плотно зашторить все окна опустить жалюзи в общем применить все возможности в конце концов одеяло повесить на окно чтобы как можно меньше проходила света и таким образом мы с вами будем создавать такую брутальную темную немного драматичную картинку ну что займемся светом но перед тем как заняться светом давайте мы с вами приготовим рабочее место ну что друзья рабочее место мы приготовили двигаемся дальше давайте мы везде погасим свет и я опущу жалюзи ну вот стало совсем темно и камера смотрит на окно поэтому меня не видно и давай теперь поговорим об искусственном освещении и так нам понадобится вот такой вот софтбокс и дополнительный маленький источник света и так друзья обзоры на этот большой софтбокс и на тот маленький свет будут по ссылочке сверху вы можете посмотреть я их тоже приобрел на алиэкспресс это же довольно таки недорого и так друзья у меня классическая световая схема левый софтбокс стоит под углом 45 градусов и еще во время съемки я его отворачиваю немного к стене вот таким вот образом чтобы получить более такой скажем так размазанный легкий и не сильный свет и у нас данный источник света выполняет функцию света заполняющего в данный софтбокс можно поставить 4 лампочки у меня стоят 4 но три из них отключены светит всего лишь одна лет лампа мощностью 5 ватт и температурой 3000 кельвин маленький источник света выполняет функцию создания контура если бы его не было то у нас бы правая часть вся бы проваливалась бы вот в такую темноту и это выглядело бы не очень красиво таким образом маленький источник света создает боковой контур и параметры выставлены на него у меня вот такие вот 4 500 кельвинов и яркость всего лишь на уровень на 13 процентов то есть он не должен перебивать основной заполняющий свет он должен просто слегка подсвечивать тень теперь друзья в двух словах про камеру и объектив которые участвуют съемки и так я снимаю на canon его сыр и объектив у меня линейки l тоже canon с переменным фокусным расстоянием 1740 миллиметров и диафрагмы 4 снимаю я со штатива спуск затвора камеры у меня стоит с двухсекундной задержкой это позволяет работать без пульта не передавая на камеру движение рук снимаю я с приоритетом диафрагмы это такая настройка на камерах обозначена буквами а в диафрагму ставлю 4 если хочу получить размытое бак и и малую глубину резкости и повышая диафрагму до 11 бывает до 16 иногда даже выше для того чтобы получить более широкий отрезок глубины резкости ну а дальше все зависит от вашей фантазии и будет не лишним если вы посмотрите ролик по построению композиции в кадре ссылка кстати будет сверху ну и в описании к этому видео а если вы будете размещать перед объективом какую-нибудь стекляшку блестяшку или один из предметов со съемки то вы получите красивый размытый объект на переднем плане и это увеличит объем снимка текстуру я никакую не использую у меня стеклянный стол такого стального серого цвета но который во первых отражает предметы во вторых имеет такую интересную текстуру в виде воздушных пузырьков и на фотографиях это смотрится достаточно интересно если у вас нет такого стола вы хотите получить отражение то можно использовать телефон в качестве зеркала ну просто подставив его под объектив вот так вот поближе под небольшим углом и выбрать наиболее удачный ракурс а на этом друзья все а как я обрабатывал серию из этих фотографий которые вы видели в этом ролике мы с вами поговорим в следующем видеоуроке который кстати выйдет очень скоро на этом друзья все желаю вам творческих высот с вами был серджио всем пока и до новых встреч